Вот я сказал Ленин, например, что главная проблема цитат в интернете в том, что люди сразу верят их в подлинность. Владимир Ленин, 1922 год. Знаете, слышали? Известно цитаты. Мессенджеры, мессенджеры, еще раз мессенджеры, тоже вроде бы его цитата. Так вот, кстати, о цитатах. Вот я на этом тренинге фактически обучаю вас тому, чтобы немного приукрашивать переговоры. Как-то и так, и жесты, еще что-то рисовать, и правильной фразой говорить. Так вот, есть такая цитата про правду. Ее сказал Джордж Сантоян. Правду, как и драгоценность, не нужно приукрашивать. Но ее необходимо располагать так, чтобы она была видна в выгодном освещении. Так вот, ваша задача, это правду преподносить в выгодном освещении. И тогда вещи будут договариваться. Скажите, вы знаете, кто такой Джордж Сантоян? А вообще существует ли он? Да. Я могу сказать, как сказал Родион Альберти, так кого угодно мне, он существует реально. Да. Но в этом смысле, когда вы ссылались на некого незнакомца, желательно которого еще нет в живых, то это просто эксперт-эксперт. С его словами вообще не подспоришь. Как сказал Антуан Экзепери, переговоры начинаются со слова «нет». Это он сказал «нет». Да, ничего, проверю, прокатит, можно так сказать. Но я утрирую, лучше все-таки четко знать цитаты. Максим Горький сказал вот такие слова. Нужно просто любить то, что ты делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышает это творчество. Правильно он говорит? Абсолютно правильно.